Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Терауц, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Из-за физиологических особенностей человека многие часто встречаются с таким явлением, как блудные сны, и много сокрушаются, ибо бывает, что это случается прямо перед богослужением, к которому мы готовимся, и внутреннее состояние эмоциональное является немножко подавленным. Мы не ожидаем этого, а от сна уйти очень сложно. И вспоминаются слова Господа Иисуса Христа, обращенные к своим ученикам во время того, как он молится в Гефсиманском саду. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Мы понимаем с вами, что наша плоть действительно немощна, но что же нам делать с этими снами, куда нам от них деваться? Святоотеческая традиция, монашеская аскетическая практика дает нам целый ряд разных советов по этому поводу. Так, первый из них касается того, из какого источника приходят эти сны. Любой сон приходит к нам из трех возможных источников. Первое – это как откровение Божие, к чему мы не можем присовокупить данные сны и тему данного вопроса. Второе – это от плода нашего разума. И третье – это от лукавого, от дьявола. На самом деле, человеческий разум достаточно неизученная и темная сторона нашей жизни. Мы не всегда понимаем, что творится в нашем подсознании. Но если мы с вами осознанно начинаем думать о делах плоти, очень много, то, скорее всего, это может транслироваться и в наше подсознание, и в наше состояние сна. Также дьявол может искушать нас данными сновидениями. Поэтому святые отцы рекомендуют стараться не объедаться, стараться действительно держать свое чрево в определенном порядке. Они также рекомендуют стараться воздержаться от блудных помыслов, которые оскверняют наше сердце, наш ум, и впоследствии приходят нам в виде блудных сновидений или каких-нибудь блудных устремлений, которые занимают весь наш разум и делают нас пленниками этих мыслей. Третье. Если уж ничего не помогает, то это явно действие дьявола. И если это происходит перед каждым днем, когда мы готовимся к причастию, это значит, что дьявол нашел лазейку для того, чтобы отлучить нас от Евхаристии. И в таком случае, несмотря на то, что бес искусил нас в этот раз, мы с вами все равно идем и приступаем к Таинству Евхаристии. Это был ответ на вопросы для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...